Дом — свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1, 9. Мы питаем вас, чадо возлюбленные, учением писаний только по частям, и не все вдруг излагаем, для того, чтобы вы легче могли сохранить предлагаемое вам. Кто при построении дома, прежде чем скреплены первые камни, кладет на них другие, тот возводит стену некрепкую и удоборазрушимую. А кто выжидает, пока одни камни скрепятся известью и потом уже мало-помалу прибавляет к ним другие, тот строит здание прочное, немаловременное, неразрушимое, крепкое. Таким строителям будем подражать и мы, и подобным образом станем созидать ваши души. Я опасаюсь, чтобы пока первые основания еще не утверждены, приложение дальнейшего учения не повредило и начаткам, так как разум еще недовольно силен, чтобы удержать все. Что же сегодня прочитано нам? Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелист, говоря выше об Иоанне, заметил, что он пришел для свидетельства о свете, и что именно в то время он для этого был послан. А чтобы, слыша это, кто-нибудь по поводу недавнего явления свидетеля не возымел подобного подозрения и касательно самого свидетельствуемого лица, Евангелист возводит мысль выше и устремляет ее к бытию безначальному, никогда нескончаемому и непристающему. Но как, может, скажешь ты, иметь такое бытие тот, кто есть Сын? Мы говорим о Боге, а ты спрашиваешь, как это возможно? И ты не страшишься и не ужасаешься? Если бы кто спросил тебя, каким образом наши души, а потом и тела, будут жить вечно, Ты, конечно, посмеялся бы над таким вопросом, потому что не уму человеческому изведывать такие предметы, а его долг только верить, да и не испытывать того, что сказано, так как достаточным доказательством сказанного служит для него могущество того, кто изрек это. И ты спрашиваешь у нас, как это возможно, когда мы говорим, что безначален тот, кто создал души и тела и бесконечно превосходит всякое создание? Кто в полном рассудке и здравом уме станет говорить это? Ты слышал, что был свет истины. Зачем же понапрасну утиливаешься обнять своим умом эту жизнь бесконечную? Это невозможно. Для чего исследуешь неисследимое? Для чего испытуешь непостижимое? Для чего изведываешь недоведомое? Рассмотри самый источник солнечных лучей. Ты не можешь этого сделать, однако что и в этом случае не досадуешь и не скорбишь о своем бессилии. Отчего же ты так смел и опрометчив в предметах гораздо важнейших? Сын Громов Иоанн, возглашающий через духовную трубу, услышав от духа, что был свет, ничего больше и не испытывал. А ты, не имея его благодати, рассуждая только по своим слабым умозаключениям, ты усиливаешься переступить даже за черту его видения. За это ты не сможешь достигнуть и меры его видения. Таково-то коварство дьявола. Доверившихся ему он выводит за пределы, положенные для нас Богом, как будто мы могли иметь гораздо более знаний. А обольстись нас такими надеждами и лишив благодати Божией, он не только ничего более не сообщает нам, да и как он, дьявол, может это, но и не допускает возвратиться в прежние пределы, в которых мы были безопасны, а всюду заставляет нас блуждать и нигде не дает остановиться. Таким образом, он и первозданного человека довел до изгнания из рая. Наделив его надеждой большего видения и почести, дьявол лишил его и того, чем он прежде спокойно пользовался. Человек не только не соделался равным Богу, как обещал ему дьявол, но и подпал под иго смерти. Не только вкушение от древа не получил ничего более, но в надежде большего видения утратил немало и прежнего знания. Он стал стыдиться своей ноготы и скрывать ее, тогда как до обольщения он был выше подобного стыда. Даже то, что он стал видеть свою ноготу и почувствовал нужду в прикрытии себя одеждой, эти и другие еще большие скорби были следствиями обольщения. Чтобы не потерпеть и нам того же, будем повиноваться Богу и пребывать в Его заповедях, ничего более не испытуя. Иначе мы лишимся уже и дарованных нам благ, как наказаны и эти еретики. Они как скоро стали изыскивать начало жизни, безначальной, лишились и того, что могли иметь. Не нашли они и того, что искали, да это и невозможно. А между тем, от правой веры в единородного они отпали. Но мы не будем приступать к пределам вечных, которые положили отцы наши, а во всем будем следовать законам Духа. И слыша, что был свет истинный, ничего больше не будем исследовать, да и невозможно никому простираться далее этого изречения. Если бы Бог рождал подобно человеку, то необходимо было бы какое разделение между рождающим и рождаемым. Но как это рождение неизреченное и только Богу свойственное, то оставь обыкновенные понятия «прежде» и «после» – это выражение времени, а Сын – весь Творец из всех веков. Следовательно, говорят иные, Бог не отец сыну, а брат. Но скажи мне, какая нужда в подобном заключении? Если бы мы говорили, что отец и сын имеют бытие раздельное в своем начале, то, может быть, ты имел бы право говорить так. Но мы избегаем такого нечестия и говорим, что отец и безначален, и нерожден, а сын безначален, но рожден от отца. Какая же надобность из такого учения выводить такое нечестивое заключение? Никакой нет надобности. Сын есть отблист. А отблист представляется нераздельно с тем естеством, которого есть отблист. Поэтому-то и Павел так назвал сына, евреям 1.3, чтобы мы не предполагали никакого разделения между отцом и сыном. Вот что выражается этим наименованием. Таким подобием апостол исправляет нелепые мысли, приходящие в голову людям бессмысленным. Слыша об отблеске, говорит апостол, не думай, что сын не имеет собственной ипостаси. Мысль такая нечестивая и свойственна безумию церилиан и маркелиан. Мы учим не так, а говорим, что он имеет свою собственную ипостась. Поэтому, назвав его отблеском, апостол присовыкупляет, что он есть и образ ипостаси его, отца, евреям 1.3, чтобы тем выразить и собственную его ипостась, и единосущая с тем, которого есть образ. Нет, как я уже говорил, одного какого-либо достаточного выражения, чтобы передать людям все это учение о Боге. Желательно, по крайней мере, совокупив несколько выражений, из каждого извлечь то, что приличествует. Таким образом, мы можем воздать достойное словословие Богу. Достойное, говорю, то есть по нашим силам. А если бы кто думал, что может говорить достойно о самом существе божеском, и усиливался доказать, что знает Бога, как Бог знает самого себя, тот-то именно и не имел бы никакого познания о Боге. Зная это, будем твердо держаться того, что предали нам бывшие с самого начала очевидцами и служители слова, и больше ничего не будем испытывать. Две опасности угрождают страждущим этой болезнью. Одна та, что они напрасно трудятся, отыскивая то, чего нельзя найти. Другая, что прогневляют Бога, усиливаясь приступить пределы. А какой это возбуждает гнев в Боге, нет нужды говорить вам, потому что вам всем это известно. Итак, удаляясь от сумасбродства еретиков, будем с трепетом внимать его словам, чтобы он всегда охранял нас. На кого воззрю, говорит он? Только на кроткого, измиренного, но целивого и трепещущего пред словом Моим. Исайя. И так, оставив это гибельное любопытство, станем лучше сокрушаться сердцем, будем оплакивать грехи свои, как заповедал нам Христос, станем скорбеть о своих преступлениях, возобновим тщательно в памяти все, на что мы отваживались в прошедшее время, и все то постараемся совершенно загладить. К этому Бог открыл нам много путей. Говорю тебе, говорит он, беззакония твои, чтобы оправдаться. И в другом месте. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Так частое воспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствует к уменьшению великости их. И есть и другой путь, еще более верный, когда мы не помним зла ни на ком, кто согрешил против нас, когда прощаем всякому сделанные против нас проступки. Хочешь ли знать еще третий путь? Послушай, что говорит Даниил. Всего ради грехи твои милостоними искупи, и неправды твои щедротами убогих. Даниила 4,24 Если еще, кроме этого, путь, частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу, приносит нам немало утешения и оставления грехов, так же и пост, когда соединяется с любовью к ближним. Он угошает и силу гнева Божия. Огонь горящий угасит вода, и милостынями очищаются грехи. В серах 3,30 Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время весьма много приобретем для себя пользы. Не дадим дьяволу возможности нападать на нас, да и сами не впадем в беспечность житейскую, в это гибельное любопытство. Дьявол, между прочим, и до этого доводит. И потом, до этих безрассудных изысканий и вредных словопрений, как скоро замечают, что люди предаются праздности и недеятельности, вовсе не заботятся добродетельной жизни. Но мы заградим ему этот проход, будем бодрствовать и трезвиться, чтобы после краткого времени, небольших трудов, достигнуть в бесконечные веки бессмертных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым, Отцу со Святым Духом, Слава во веки веков! Аминь!